Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем своем видео я вам покажу рецепт приготовления безумно вкусного и потрясающе красивого торта Панчо Красный Бархат. На моем канале уже есть рецепт классического панчо. Схема сборки и ингредиенты почти одинаковые. Тортик получается очень вкусный, яркий, нарядный, настоящее украшение для любого праздничного стола. Итак, начнем с приготовления бисквитного теста. Для этого в глубокую миску разбиваем 6 яиц и начинаем взбивать на маленьких оборотах миксера, постепенно увеличивая скорость. Не прекращая взбивать, в яйца постепенно всыпаем сахар. Взбиваем массу до увеличения объема в 2-3 раза, до устойчивых пиков. У меня на это уходит примерно 8-10 минут. Далее в яичную массу всыпаем половину нормы сухих ингредиентов. Это мука, какао и разрыхлитель. Аккуратно лопаточкой снизу вверх все перемешиваем. Вливаем молоко и перемешиваем. Я забыла в молоко добавить красный пищевой краситель, поэтому мне пришлось отдельно развести в небольшом количестве молока. У меня 2 чайные ложки красного красителя. Полученную смесь вливаем в бисквитное тесто. Перемешиваем. И далее просеиваем оставшуюся сухой смесь. Все хорошенько соединяем. В отдельной емкости соединяем небольшое количество бисквитного теста с растительным маслом. Полученную массу вливаем в бисквитное тесто. И хорошенько аккуратно все перемешиваем. Небольшое количество теста вливаем в форму диаметром 22 см. Это будет основа нашего тортика. Оставшееся тесто выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. И равномерно распределяем по поверхности противня. Упекаем бисквиты в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут. Проверяйте деревянной шпажкой. Пока бисквиты остывают, готовим крем. Для этого в глубокую и охлажденную емкость вливаем жирные сливки. И взбиваем сперва на маленьких оборотах, постепенно увеличивая скорость миксера. В сливки постепенно добавляем сахарную пудру. Для того, чтобы сливки хорошо взбились, я предварительно охладила венчики от миксера, емкость и сами сливки. Если следовать всем этим правилам, сливки у вас хорошо взобьются. Во взбитые сливки добавляем сметану. У меня сметана жирностью 20%. Перемешиваем ингредиенты до воздушного состояния. Крем готов. Он получается очень нежный и воздушный. В качестве наполнителя у меня сегодня замороженная малина и бананы. Поскольку малина немного кислая, я в нее добавила сахарную пудру. Ну а бананы нарезала кружочками. Большой бисквит нарезаем на квадратики. Ну а далее приступаем к сборке нашего тортика. Для этого глубокую стеклянную миску внутри оборачиваем пищевой пленкой. Бисквитные квадратики обмакиваем в сливочно-сметанном креме и выкладываем в нашу емкость. Поверх бисквита выкладываем малину и бананы. Сверху все промазываем кремом. Далее также чередуем бисквит, малину с бананами и крем. И таким образом собираем наш тортик, пока не закончатся все ингредиенты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В самом конце выкладываем круглый корж и слегка придавливаем его. Миску оборачиваем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 8 часов. По истечении времени тортик переворачиваем на тарелку или подложку, убираем миску и пищевую пленку. Далее выравниваем тортик остатками крема. Я заранее откладывала несколько ложек крема. Также украшать тортик мы будем шоколадом. Для этого нужно растопить белый шоколад и добавить красный пищевой краситель. Шоколад я переложила в корнетик и произвольно украсила тортик круговыми движениями руки. Наш тортик готов! Он получается высокий, очень яркий, красочный, сочный и невероятно вкусный. Тортик в меру сладкий, с ягодно-малиновой кислинкой. Приятного аппетита! ...поск pride! Обычный! В ягодном обмене для подбора ломания. Приятного аппетита! Очистить набор раз. спасибо что смотрите мои видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео до скорых встреч друзья а